всем приветики пришла ко мне из китая такая вот посылочка и сейчас мы ее распакуем это фонарик на самой посылочки они написали что я заплатил за него доллар на самом деле заплатил за него 2 доллара 93 цента плюс доставкой получилось 3 доллара и 60 центов пришел в таком почтовом пакетике с пупырочкой кстати как-то плохо режется пакетик очень плохо режется так все мы его разрезали и тут у нас получается вот он пакет с пупырочкой так а внутри еще такая вот пупырочка который внутри которой лежит фонарик вот это кстати круто и сам почтовый пакет был с пупыркой и фонарик дополнительно обернуться пупырку чтобы чтобы не и но лишний раз не повредился причем в довольно таки серьезный слой обернут пупырочки довольно таки неплохо ну а дальше идет еще одна упаковочка которая уже лежит сам фонарик вот он фонарик такой вот и она должна открываться либо отклеиваться видно там что можно открыть вроде да я раньше вот эту штуку оторвал но оказывается обычно в таких пакетиках есть краешек который отклеивается здесь никаких не надписи ничего нету просто просто пакетик ну и вот он сам фонарик такой вот фонарик что круто что он с аккумулятором это получается фонарик аналог такого как который у меня был сейчас я покажу получается я уже покупал такой фонарик это получается тоже тройной лазер фонарик и ультрафиолет я покупал такой вот фонарик хочется здесь тоже фонарик ультрафиолет ну вот здесь вот это по моему фонарик это ультрафиолет а это лазер. Но его проблема в том, что он на батарейках. Батарейки из-за лазера очень быстро разряжаются. Плюс он как-то так плохо влияет на батарейки, что вот что стало с батарейкой. Она, во-первых, сдулась. Можно увидеть, что она вот такая надутая стала. Она аж такая, если вот на белом фоне увидеть, она аж такая выпуклая стала, должна быть ровненькая. Плюс ее аж порвало. Причем это произошло внутри самого фонарика. У меня просто вот эта штука отвалилась. Вот эта крышечка задняя, она отвалилась. И внутри батарейки типа были. Я достал, смотрю, а одна из них вот такая. Надутая сильно. Вот она вся такая взбухшая, надутая. И ее аж порвало. То есть, как-то так фонарик плохо повлиял на батарейки, на батарейки, что их аж раздуло и порвало. Ну, то есть, это как бы, не знаю, как-то не... Во-первых, неудобно, что нужно постоянно батарейки покупать. А они, если пользоваться лазером, очень быстро разряжаются. Во-вторых, то, что батарейки раздуваются, и из них вытекает какая-то такая химическая жидкость, и типа, ну, это вроде как-то, ну, вроде как не очень. То, что она вытекает и попадает на предмет там. Вот. Это во-первых. Во-вторых, то, что здесь эта крышка, она постоянно... У меня был такой фонарик маленький, этот уже побольше. Она постоянно... Во-первых, получается, этот фонарик, он сам железный. Ну, не железный, а алюминиевый, а это пластмассовая. И на пластмасске вот эти вот грани, они очень быстро стираются. И из-за этого оно постоянно... Ну, оно легко потом... Сначала он нормально держится, а потом, когда ты меняешь батарейки, оно потихоньку стачивается, и потом легко само выскакивает. То есть, ты вот закрутил, а оно потом раз, и вот, ой, выскочило. Это неудобно. Плюс еще здесь кнопки тоже не очень... Кнопка для лазера, получается, тебе нужно, чтобы он загорелся, тебе нужно нажать и держать. А для фонарика тебе нужно нажать, и он включается. Еще раз нажимаешь, и он переключается. В итоге бывает, ты идешь, оно в кармане само нажмется, включится, и не выключается. Лазер, он нажмется, отожмется, и выключится. Ну, то есть, лазер горит, пока держишь. А фонарик нажал, он включился. Это в итоге бывает, достаешь ключи из кармана, а здесь фонарик горит, уже еле горит, потому что он сам включился и за день разрядился, пока ты ходил. И, короче, не очень. Поэтому я решил взять другой фонарик, ну, такой же фонарик, только уже на аккумуляторах. Во-первых, он побольше. Во-вторых, он на аккумуляторах, получается. И ему не нужно покупать батарейки, там стоит аккумулятор, его можно просто заряжать. Получается, вот так вот он выглядит, как такая ручечка, есть такая вот штучечка, можно повесить куда-то, защипить за кармашек. То есть, можно и на ключи куда-то повесить, и на ремень повесить куда-то, и, я не знаю, да куда угодно можно за эту штучку повесить. А можно брать эту штучку, поставить сюда какое-нибудь колечко и на ключи повесить. Но для ключа он будет большой, на самом деле. Вот. Но удобно то, что получается такой фонарик. Здесь такая защелочка, на которой можно вешать. Вот это можно, здесь это можно, как я уже сказал, колечко какое-то. Плюс здесь где-то зарядка вставляется, я не помню где. Откручивается, по-моему, вот эта штука. Плюс здесь не нажмется само, не будет такого, что в кармане нажмется и будет разряжаться. Здесь нужно именно сдвинуть. То есть, ты вот двигаешь, включается лазер. Вот он лазер. Включается. То есть, немножко сдвинул, это включился лазер. Вот он раз сдвинул, это лазер, два сдвигаешь, это фонарик. Или нет, это ультрафиолет. А три, это фонарик. То есть, самая последняя позиция, это фонарик. Такая вот большая, большая лампочка, кстати, здесь самая большая. Вот эта самая большая лампочка, это фонарик. Поменьше лампочка, это ультрафиолет. И самая маленькая лампочка, отверстие, это лазер. Вот. И у лазера даже есть, по-моему, эффекты типа вот здесь вот эта штучка двигаешь и там меняется вот типа смайлик вот перестреливаешь получается на другое положение здесь смайлик звездочка . причем можно бесконечно перестреливать типа здесь нету такого что ну как здесь такие позиции 1 позиция 23 такого нету здесь типа просто крутилочка которая бесконечно крутится и когда ты ее крутишь меняются смотно типа то что будет показываться линза меняется получается звездочка это у нас что-то такое непонятное потом стоящим . бабочка смайлик к мостину разный дом посвятил смайлик такой звездочка это я не понимаю что . прикольно на самом деле лазер такой но в глаза естественно нельзя лазером светить а то минус глаза будут ультрафиолет и фонарик удобно плюс еще надо посмотреть где там зарядка у него ну в общем я глянул оказывается вот так она снимается это просто крышка тоже пластмассовая кстати если только кантик идет а внутри здесь ну тоже такой типо кантик они друг за друга держится и вот и юсб зарядочка то есть ты вот светишь фонариком раз-то он у тебя там разрядился просто снимаешь крышку ставишь либо в компьютер либо зарядку от телефона у всех же телефона сейчас с юсб зарядкой вытягиваешь кабеля с юсб зарядки телефона вставляешь туда фонарик заряжаешь все правда непонятно когда зарядка здесь как то есть какой-то индикатор или нет как понять что он заряжается и сколько ему осталось может быть вот эта лампочка он такая дрычка ну вот такая вот юсб-шка здесь она вставляется заряжается когда зарядил просто крышечку раз и защелкнул потом надо зарядить опять оба снял можно сейчас попробовать поставить на зарядку посмотреть мне кажется вот это вот маленькая точечка эта лампочка до и при зарядке она должна гореть когда зарядиться погаснет но мы проверим ну в общем вот он удлинитель от юсб-шки идет сейчас удобно когда есть такой удлинительный кабель вставляем до загорелась вон синенькая горит то есть идет зарядка по идее когда заряжается горит лампочка как я и говорил когда зарядиться она просто погаснет по идее ну и все и тогда вы уже будете знать что можно закрывать крышечку и пользоваться фонариком удобно кстати прикольная штучка мне нравится вот теперь батарейки не нужны там стоит аккумулятор который можно заряжать плюс все продумано кнопочка не нажмется в кармане и и нужно отстрикнуть вероятель в кармане она сама перестрикнется она так достаточно тяжело вот поэтому двинул вот а видно аж палец белеет то есть усилие прикладывается опа вряд ли в кармане у нас три кинца обычно в кармане но вот лежит где-то и так вот жмется соответственно не перестрикнется то есть батарейки не нужны она заряжается кнопка не нажмется просто сама не включится разве что в кармане вот это может тирануться переключиться линза для лазера но это не страшно как бы он так что в принципе такой вот фонаричек дольки круто можно и так повесить нужно и так повесить как удобно классная штука еще можно глянуть как в темноте выглядит ну в общем вот полная темнота это наш лазер просто . это непонятно что какой-то тоже столе смайлик то ли что дальше звездочка смайлик бабочка кстати со светом лучше было видно без света чуть как-то . просто . дальше у нас идет ультрафиолет рука реально фиолетовая и фонарик ну так довольно таки неплохо светит то есть вдаль будет хорошо светить прям так освещать мощно будет реально он так выглядит в темноте вот такой вот фонарик я думаю намного лучше чем вот это реально целая проблема вечно эти крышки сзади отрывать пластмасска стирается резьба пластмассовая стирается отваливается вечно батарейки вечно быстро разряжается плюс если еще здесь кнопки типа нажимается и горит они 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 нужно держать она легко сама нажмется и будет разряжаться а тут все все продумано все четко символе у нас такой железненький весь вроде бы хотя эта крышка вроде все равно пластмассовая почему они именно на задняя крышку делают просто пластмассоваяul непонятно здесь хотя бы батарейки не уволятся потому что здесь бывает вот эта штука висит на ключах ты достаешь ключи и у тебя на ключах вот эта штука висит просто крышка а сам брелок фонарик в кармане валяется и батарейки по карману расцепались здесь нет и даже если отцепиться у тебя это будет на ключах то в кармане будет фонарик который в принципе из которого батарейки не высыпались просто он будет открытый такой и продолжит работать а не то что вот это без батарейка уже не работает так что я думаю это хороший вариант лучший из всех пока что я пробовал на первый взгляд вот так что такая вот покупка ну и на первый взгляд я доволен ну а на этом все всем пока